Самоходный опрыскиватель для высокой производительности Здесь мы видим самоходный опрыскатель для работы на высокостебельных культурах Он с большим клиренсом Ширина клеи регулируется от этих аппаратов Ширина захвата штанги у подобных машин варьируется от 24 до 36 метров Высота штанги может достигать 3,5 метров Емкость бака до 3500 литров Для удобства работы механизатора имеется маленький бак для приготовления раствора Также на всех опрыскивательском джиме наполнительным баком землитея рук, одежды Насос фрикционный, шестифрикционный Форсунки более современного типа на несколько различных типов форсунок Для удобства быстрой смены, в зависимости от культуры, от рабочего раствора, от типа опрыскивания в принципе Форсунки обязательно снабжены демпферами Форсунки могут быть различных типов, инжекторные, однофакельные, двухфакельные Имеется возможность поочередного отключения форсунок при работе на конце загонки, на клиньях, на правилах Имеется рукава для снижения сноса капель на перемене Имеется рукава для снижения сноса капель на перемене Также защитность защитность колеса для при причине повреждения штата Прицепные обрезки обрезки меньше производительности Но у них те же самые качества Также регулированная шуминажа смата, регулированная высота Несколько баков для удобства работы на производстве Прицепной культиватор-кульнировщик для подготовки очень пассивных Культур сложного села или промышленных брюк Имеет несколько рядов рабочих органов Кульнировщик Катки планчатого типа Культиваторные стойки пружинные Со стрельчатыми лапами Далее идет выравниватель И катки для обратного уплотнения почвы С последующим планировщиком Ширина захвата таких машин От 12 до 18 метров Рабочая глубина До 20-25 сантиметров Имеются дополнительные лапы с пружинными предохранителями Для разрыхления следа трактора В транспортное положение Складывается вверх Две секции Для тракторов свыше 200 л.с. Комбинация для основной обработки почвы И одновременного внутрипочвенного внесения минеральных удобрений Имеется бак Емкостью 3500 л.с. Для минеральных удобрений Система подачи Пневматическая Удобрения подаются в лапы Мощные Предназначенные для разуплотнения Плужной подошвы Работают на глубинах до 60 сантиметров Ставжены срезными предохранительными болтами Рабочие органы Представлены мощными Долотообразными лапами И дополнительными Секциями стрельчатых лап для разрыхления Обратное уплотнение почвы Достигается мощным Игольчатым катком Пневматическая Зерно-туковая селка Агрегатируется с татарами От 80 л.с. Для посева Пропашных культур Только высевающие сошники Представляют собой Стойки с килевидными сошниками Пружинные стойки Для защиты от камней Сошник Семь высевающего аппарата Двух дисковый С двумя прикатывающими катками Боковыми и задними Прикатывающими катками Плотность при катке Регулируется Высевающий аппарат Пневматический Регулируется 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 На каждом аппарате Имеются Маркеры Для повышения Точности посева Вертикальная почвенная Фреза Для тракторов Рабочие основные органы Вертикальные фрезы Ножи Дальше идёт Уплотняющий каток Дополняющий также Функцию опорного катка Для регулировки Глубинной работы Имеется возможность Весить сейлку Таким образом Получить посевную комбинацию Для этого Имеется проушинг Для монтирования сейлки И Выход Вала отбора мощности Для привода сейлки В случае Если это сейлка Пневматическая Полуприцепной мульчер Для измельчения Поуборочных остатков А также Кустарников Движный растительный Сирина захвата Подставленного Агрегата 7 метров Он находится В сложенном Транспортном положении Рабочими органами Являются мощные ножи Которые измельчают И перемалывают Все, что попадается им на пути Для того, чтобы предотвратить Вылет камней Из-под этих ножей Имеются вот такие Куску цепей Навешали Для безопасности Справляется с деревьями До 3-4 см в день Для тракторов класса 200-250 лошадиных сил Привод рабочих органов От вала Отбора мощности Складывается На счет бедра Дисковая борова Коротковая Привод оборудовая Ухва Прицепная Благодаря Обработки Стерни А также Предусмотренная Оборудовка Имеют фигурные Диски И прикатывающие К открыты Защита от камней Осуществляется За счет Резиновых вставок На стойках Дисков Вместе Крепления Как крепления Их к раме Ширина захвата таких агрегатов до 12 метров Агрегатируется стопторами от высотой ширины в силу Глубина обработки почвы до 15 сантиметров Посевная комбинация для посева зерновых культур и других культур сплошного сева По традиционной технологии, а также для посева соломенную мульчу Подработка осуществляется тремя рядами фигурных дисков различного вида Камня защита дисков осуществляется за счет резиновых вставок В месте крепления рамы к стойке диска Объем бака под зерном 4-5 тысяч литров В зависимости от модификации Способ подачи сошних зерна пневматический Имеются два ряда Резиновых катков Для уплотнения почвы Подготовки семенного ложа Высевающие аппараты крепятся отдельно к раме Также имеют камни защиту Сошники бургийского типа Что позволяет сеять соломенную мульчу Сзади имеется прорезиненный прикатывающий каток И пружинные штриги для поверхностного разрыхления Четырехрядная картофеля сажалка С линкером и с подающими аппаратами топкового типа Позволяет Одновременно с посадкой Осуществлять обработку клубней и дна борозды Рабочий раствор Содержится в двух баках Емкостью 200 литров Насос поршневого типа С приводом от гидромотора Работает за счет гидросистемы трактора Имеются маркеры Для точности посадки Привод высаживающего механизма Механический С приводом от опорных колес Заделка картофеля Осуществляется Дисками сплошными Подъем бункера гидравлический Пресс-подборщик рулонный Для уборки стены и салоны Имеются ножи Для измельчения подаваемой массы Привод от вала отбора мощности трактора Обратная связь Осуществляется путем шины и сопутствия Вся информация Выводится в трактор К механизатору На отдельный экран Обмотка рулонов Осуществляется как в сетку Так и в бечевке Сеялка точного висела Для мелкосемянных овощных культур Способна работать Как в плоскости Так и на гребнях Привод к рабочим высевающим аппаратам Осуществляется за счет Механический За счет колес Подача семян Пневматическая Бункеры Небольшие Небольшие расположены Прямо на Носевающих аппаратах Ширина между рядья Ширина корней Регулируется Высев осуществляется Янточно На две стороны Каждая лента Прикатывается Маленькими катками А затем идет Общее уплотнение Под резиновым катком Применяется Для сева Мелкосемянных культур Морковь Лук Также дрожжированных Семян свеклы И других Мелкосемянных Рощных культур Для точности Посадки У посева Имеется Маркер дисков Привод Кневматического Насоса Отвал Отбор Мышленности Норма высева Регулируется Сменой Диска Изменением Передачного Числа Короткобазная Дисковая Барана Отличается От рассматриваем Нами выше Способом Камнезащиты Место Резиновых Ставок Здесь Железные Пружины Прицепное Разбрасывание Минеральных Удобрений Классических В общем Компоновки Двухдисковый Регулировать Можно Прямо Из кабины Трактора Норму Внесения Ширину Захвата Равномерность Внесения По краям Регулируется Все Путем Гидромеханических Привода Заслонок Отклонения Крыльчатки Скорости Вращения Дисков Можно Попеременно Отключать Диски Для работы По краю Поля Также Можно Регулировать Ширину Внесения Каждого Диска Отдельно Сеялка Зерновая Сплошного Сева Для посева Стерню И Для традиционного Спроса Земледелия Привод Подачи Семян В рабочие Органы Сошники Механический Ширина захвата Три метра Для Маленьких И средних Хозяйств Привод От Опорных Колес Для Осуществления Посадки Посева В мульчу Имеются Вырезные Фигурные Диски Для Разрезания Слоя Почвы Дальше Идут Двухдисковые Сошники И Прорезиненный Каток Для Обратного Уплотнения Почвы Селка Может Одновременно Вносить Минеральные Удобрения В рядов Агрегатируется Структорами Класса 1,4 Омыши Селка 2,5 Селка 1,5 1,4 1,2 2,5 1,2 1,2 2,5 2,3 зерновую, зерновую, так и лакосемянную масличную кухню, например, раз. Для удобства работы во время уборки корней и клубней плодов, наподобие как и на зерновых культурах, сделали бункер-перегрузчик. Для того, чтобы транспортировать убранную массу от комбайна до более удобной площадки для перегрузки и дальнейшей транспортировки, состоит из полуприцепной рамы для гравитирования с трактором свыше 200 л.с. на четырех колесах, вместительный бункер. Выгрузка массы осуществляется за счет выгрузного элеватора с транспортером. Высота выгрузки до 8-9 метров. На этой дисковой бароне камня защита залена третьим способом за счет того, что диски установлены на подрессоренной стойки. Полуприцеп выгрузка за счет толкающей стинки, как мы рассматривали уже выше. На этом полуприцепе выгрузка осуществляется самосвалом за счет цилиндра, поднимающего кузов. Культиватор растений питательный, весной, предназначен для обработки воплошных культур в междурядях с одновременных подкормками. Подкормка идет жидкими, минеральными или органами подаётся из бака с рабочим раствором посредством насоса с приводом от вала обмора мощных трактора через штанги, классические форсунки с подачей через трубки в корнеобитаемый слой очереди. Лапы рабочие органы стрельчатого типа на подпружиненных стойках для защиты от камней. Идет секция в междуряде, рыхлит, подрезает сорняки и рядом с лентой культуры рапошной подаётся питающий рабочий раствор. Имеются баки для приготовления рабочего раствора. Управление аппаратом осуществляется непосредственно из кабины трактора с терминалами. Интерфейс интуитивно понятный и формативный. Фронтальные подгрузчики в настоящий момент выпускаются в различных модификациях по мощности грузоподъёмности. Здесь представлен, наверное, один из самых наиболее грузоподъёмных фронтальных подгрузчиков со средней расположенной кабиной. Рама для таких подгрузчиков – шарнирно-сочувнённая, простонародная переломка. Это позволяет удобно работать в тесных помещениях складских, при погрузке ящиков, при составлении их друг на друга. В общем, там, где нужна точность работа. Трансмиссия вот таких агрегатов, как правило, гидромеханическая. Сами рабочие навесные органы могут выпускаться в совершенно различных типах. Как просто ковши для сыпучих материалов, так вилы для подгрузки, ящиков и палет, ножи для откусывания силоса, фрезы, также для забора силоса и его измельчения. Захваты для рулонов, вилы для рулонов и прочее. Это универсальное самоходное шасси, на которое, возможно, навешивают различные механизмы для ухода за посевами культуры, мыгры, такие как машины Дверь Внесение внутрикош половина в ютроходовлению, Е Апинского и Дверь Внесение внутрикошленно в ютроходовлении, Е Апинского и Дверь Внесение внутрикошленно в уходе в полетковской. Машины, очки, очень цutes, Высокопроходимости низким мобильным давлением находящегося на счет широтого колеса низкого давления. Приводы априкатов осуществляются за счет собственной системы машины. Это агрегат для внутрипочечного внесения жидких минеральных удобрений. Под давлением прокалывает почву рабочими органами. И сбоку из отверстия под давлением подается рабочая раска. Такая, как конгемит и мячная смесь. Ну, с небольшими оголоками, а мячная. Машки, которые нужны в конгемировании, Агрегат позволяет разуплотнуть почву после культурского рассева Разделать и тщательно перемешать с почвы после уборочной остатки. Там из защиты осуществляется за счет мощных режим на культиваторных лапах и прорезиненных вставок на стойках дисков. Покуприцепной картофельный бонус на два ряда картофеля. Имеется элеватор выгрузной, имеющий также функцию накопительного бункера. Есть площадки для людей, для работы на инструкционном скале, для ночной консортировки камней и прочих механических примесей. Транспортеры все прорезиненные для удаления почвы, остатков ботвы и сорняков. Широкие колеса помогают снизить вредное воздействие на почву от давления такого тяжелого аппарата. Они подруливающие для облегчения разворотов на краю поля. Транспортеры прорезиненные с металлическими прутями. Система транспортеров позволяет максимально отделить картофель от комков почвы, механических примесей, остатков растений и ботвы. Здесь опорные катки или меха для подкопки, дальнейшей подачи мороха, борочного на транспортеры. Управление и привод механизмов осуществляется из транспортера. Транспортеры обороны мощности гидросистемы трактора и электрической системы трактора. Обратная связь с агрегатом осуществляется через терминал ИСАБУС непосредственно на панель в кабине трактора. Это рабочие терминалы для управления картофелеуборочным комбайном из кабины трактора. Жидкий пенсорический дисплей, на который выводится информация. И также можно управлять различными излами механизмами. И прочие джойстики и рычаги для управления. Звернотуковая механическая сейлка прицепная для посева культур сплошного села по системе ноутил. К трактору агрегатируется посредством мощного дышла. С помощью гидравлики трактора управляются опорные колеса для подъема сейлки транспортных положений и опускания рабочих положений. А также опускание и подъем дисковых маркеров. На передней раме расположены два ряда разрезающих дисков с фигурным краем. Заглубление в почву обеспечивается пружинами, которые создают усилие для создания семенного ложа, но при этом предохраняют диски от поломки на каменистых пушах. Механический привод высевающих аппаратов от колеса. Норма высела регулируется изменением передаточного числа набором зубчатых колес. Гидравлические цилиндры на рычаг подъем и опускание колеса. Бункер разделенный для семян и для удобрений. Оборудован доводчиком для облегчения подъема крышки. Цепной механизм привода высевающих аппаратов от опорного колеса. Токовыселающие аппараты. Норма подачи удобрений регулируется изменением передаточного числа. Зерновысевающие аппараты, выдвигающиеся катошки для работы с различными размерами семян. Как зерновых, так и мелкосемянных травяных пультов. Сошники крепятся крами каждый отдельно. Снабжены мощными упорами с пружинами для заглубления в почву. Глубина посева и посадки регулируется подъемом опускания опорного катка, прикатывающего сзади. Это механизм. Оформленные колеса снабжены чистиками для очистки от налипания грязи. Звучение нормально работает. Тип сошника двухдисковый. Бункер представляет собой разделенный на две части. 800 литров для зерна и 560 литров для минеральных удобрений. И вот мы видим высевающие аппараты для зерна. Для удобной работы в бункере предусмотрены подножки для подъема на площадку для людей. Калёса опорные, пневматические, небольшого диаметра. Светы, где подошли к пункту. В общем, на захватах 12 метров до 16 литков в расчетах. Пневматические, с употребленным внесением минерального удобрения. Грюдок. Пойдет удобрение не в ряд вместе с зерном, а немного сбоку и ниже. Со штуки одна дисковая для внесения минеральных удобрений. Киск мощный, чтобы прорезать солом. Высевающие аппараты две зерна. Есть разрыхляющие вальцы, милии. Прикатывающие катки. Сошник. Высевающий сошник. Также одна дисководина. Сейлка характеризуется достаточно точным и водным внесением, что необходимо для пропашных. Агрегатируется с тракторами свыше 200 лошадиных сил. Сейлка пневматическая для культур пропашных. Для посева по технологии No-Till. Ширина рабочих 17 метров. Количество рабочих органов усевающих аппаратов 24 штуки. Одновременно вносит минеральные удобрения в ряду. Диск разрезающий. Одновременно является сошником для внесения минеральных удобрений. Сошник. Однодиск. Далее диск разрезающий. Сверню. Для посева. Уже основной культур. Сошник пух дисковый. С мощные прикатные швы. Катками резиновыми. И сзади разрыхляющие катки. Подобная сейлка для села пропашных культур по системе No-Till. Но с внесением жидких минеральных удобрений. Рядом с основной культурой. Рабочие органы усевающие аппараты в предыдущей сейлке. Ширина захвата несколько меньше. Малочки. Катерикахолики. Ширину. Ширина. Ширину. Шина. Продолжение следует...